И там еще индус какой-то, пацан, вообще ни о чем, который там... Я думаю, Парнир Игорь. Родичь, Левша, да? Вот в эту область. Привет, меня зовут Вадим Тихомиров, и с нами на связи боец UFC Рафаэль Физиев. Перед третьим боем Дастина Парье и Конора Макгрегора Рафаэль стал одним из главных инсайдеров, сказав на программе Дмитрия Смолякова о том, что, цитата, «Конор тренируется в Дубае с какими-то непонятными индусами». Я позвонил Рафаэлю и послушал его и как инсайдера, и как тренера из зала «Тайгер», который знает, что делать с калфкиками, и как действующего бойца, которому отчаянно ищут серьезного оппонента на август. Получилось довольно интересно. Честно, я хотел спросить про твою цитату о «Коноре», потому что ты был одним из немногих бойцов, кто в интервью Диме Смолякову сказал, что видел, как он тренировался в Дубае. У меня знакомых много, которые там в Дубае живут. Много там, которые в этом зале, где он непосредственно тренировался. Они его там каждый день видели, с кем он тренируется. И технично аккуратно снимали, показывали. Ну, плюс по его… Плюс я знаком с одним пацаном, с которым он спарринговал. Я с ним когда-то давно еще тренировался тоже еще в «Пакет Топ Тиме» на Пукете. Ну, такой любитель пацан-званец. Он конкретно с ним всю подготовку спарринговал. И там еще индус какой-то пацан, вообще ни о чем, который там не бороться особо, не в стойке, ничего не имеет. Там вообще никакого уровня. Может, там я не знаю, что у этого индусского… Есть, может, там какой-то там крэплер, я не знаю. Он стойки спарринговал и тоже видел, там кто-то закидывал. А я правильно понимаю, что это такая была полушпионская съемка? То есть просто есть друзья, кто мог поснимать вот эти тренировки? Ну да, но я… Почему я не просил там никого снимать? Ну я понимаю, да. Просто это ребята, с которыми я, в принципе, каждый день на связи. Вот, и поэтому они мне рассказывали, типа, что он там тренируется с мешками, которые просто там лупят все спарринги, они там ему ничего сделать не могут. Просто вот так руки там закрывают. Понял. И поэтому как бы такая суета у него там. Но в Дубае, как я понял, у него не кемп был, а… Мне хотелось тебя спросить, как у тренера по муай-тай. Вот в прошлом бою очень многое решили лоу-кики, или как их сейчас называют, калф-кики от Дастина Парье. И я спрашивал потом у Армана Царукьяна, как бы он, например, защищался от этих ударов. Он объяснял, что, ну, можно просто пробовать дистанцию подобрать чуть-чуть другую, не дать по себе попадать. А вот мог бы ты сказать, если бы ты готовил человека к третьему бою, ну вот условно, если бы ты готовил Конора, что бы ты ему посоветовал делать с лоу-киками Дастина Парье? Лучшая защита от калф-киков – это пропустить ногу, убрать резко свою ногу. Это лучшая защита. От калф-киков другой защиты нету. Кто бы мне что ни говорил, там, как подворачивать ногу костью в его сторону. Что бы мне кто ни говорил, как бы ты ни подворачивал ногу, моя, вот я же ступнёй бью, получается. Моя ступня по-любому будет задевать твой нерс на этой голени. На голени нерс она по-любому будет отбивать тебе. И во время боя… Да, это больно, мне тоже будет больно, если ты будешь подворачивать ногу. Но урона больше будет получать тот, кто подворачивает ногу, нежели я. Я три раунда, я смогу лупить своей ступнёй, получается. Три раунда смогу лупить, она там у меня разбухнута к третьему раунду, но я всё равно буду лупить. Но как бы после боя я, конечно, ходить не смогу, но мой соперник, он уже во втором раунде с таким макаром ходить не сможет. А я только после боя. Поэтому самый лучший вариант – это резко убрать ногу и всё. А я правильно понимаю, что вот как раз стойка Конора, ну, делает очень неудобную такую защиту, он очень сильно заваливается вперёд? В 2015 году, когда у него салду, когда он греметь начал, когда он там начал всех завоёвывать, всех вырубать. Тогда, в 2015 году, когда я увольнялся с органов, мои близкие друзья только это знают, потому что только с ними это обсуждал. Я всем своим близким друзьям, с кем на тот момент я общался, я всем говорил, что если бы я дрался с Конором, я лупил бы его ногами. Я отбивал бы ему ноги и лупил бы его ногами, потому что он никак не видит ударов ногами, он не видит их. У него хорошая дистанция, хороший тайминг только среди, только верхнего, верхней части туловища, да, только рук. Но он никак не видит ноги и не умеет от них защищаться. С ним не дрались те, которые хорошо били ногами, которые умели пользоваться своими ногами. Если бы ты был в углу одного и в углу второго, вот что бы ты сделал к этому бою? Я бы сказал, ну-ка, выходите, деритесь, кто проиграл, тот лох. Если по-серьёзу, то... Ну, с Конора надо давить и отбивать ему ногу. Надо навязывать то, чтобы он боялся. Он сейчас будет этого бояться, как бы он там за три месяца или... Ну, за полгода ты не научишься это прям так хорошо защищать, если ты раньше не научился. Поэтому Дастину нужно сейчас просто... Просто нужно быть осторожнее, потому что... Возможно, Конор поработал над тем, чтобы встречать его. Я думаю. Потому что все кафкики он по-любому не сможет от защищать. Ему когда-то нужно будет наступать, когда-то будет там то, когда-то там, тем более, тот ещё борется, вас перевести может. Дастину нужно быть сейчас аккуратным, потому что тот будет встречать его. Я думаю, над этим он поработал. Может ли Дастин Парье от борьбы построить бой? Попробовать начинать переводить? Ну, естественно, он же перевёл его в прошлом. В прошлом бою он же его перевёл. Тем более, если Конор сейчас будет, он будет ожидать этих кафкиков. В любом случае. Первый кафкик, я думаю, точно уже залетит ему. И у него тоже сразу щёлкнет в голове прошлый бой, сразу он об этом вспомнит, начнёт более осторожничать, как бы двигаться, я думаю, больше будет. Но ты не веришь, что Парье попробует вообще за счёт борьбы выиграть этот бой? То есть будет прям его... Я думаю, он по-любому переведёт. Когда у него будет возможность, он постарается перевести, это точно. Потому что все знают, что... Все знают, как Конор быстро забивается. Это будет у него в плане по-любому. Ещё один вопрос как к тренеру. Вот тоже всем понятно, что у Конора есть эта длинная прямая левая, и он постоянно её бьёт. И что меня удивило, я пересмотрел специально их первый бой, и Дастин Парье всё равно её очень много пропускал. Ну и вот если рассуждать как любитель, ты думаешь, ну неужели нельзя приготовиться? То есть, по сути, у твоего соперника есть один удар, и ты всё равно запускаешь его. А вот как бы ты объяснил, почему все знают, что Конор бьёт левую прямую, и всё равно все её пропускают, в том числе и Парье? Потому что базовые вещи, я думаю, у многих профессионалов в наше время у них базовые вещи хромают. Он хорошо работает, там хорошо, в общем, у него всё построено. Но вот эти базовые вещи, там, работа против левши, работа против агрессивного бойца, работа против, там, технаря, работа против, там, танка. Ну, самые базовые вещи. Нужно отбивать ему, отбивать ему эту левую руку своей правой ногой. Это получается постоянно, ты должен лупить по нему справа с ноги. Ну, естественно, ты не просто встал и лупишь, ты как-то подготавливаешь это, но твои удары с правой ноги в область груди, в эту область, надеюсь, он левша, да? Вот в эту область, ни сюда, ни сюда печень, а именно в область руки, вот в середину руки. Ты должен херачить ему этот кик, я не знаю, в течение 15 секунд раз, как минимум. Это будет тормозить его руку, и плюс это будет отбивать его руку, рука завязнет на него сразу. Более, более, более зашагивать, получается, за его левую ногу, но не всегда, в другую сторону тоже двигаться. Но перед тем, как двигаться, обязательно отработать по ноге. Ну, там много всяких моментов, по руке отработать ногой. И то же самое, внутренний лоу-кик ему постоянно напрягать. Именно внутренний лоу-кик, не наружный лоу-кик, потому что наружный лоу-кик очень легко встретить левую руку. Именно внутренний лоу-кик постоянно напрягать, чтобы он не мог стабильность, не держал на своей передней ноге. Можно говорить, что по потенциалу Конор Макгрегор все-таки гораздо более интересный боец, чем Дастин Парье. Мне Парье кажется середняком, но очень дисциплинированным и очень работоспособным. Конор по потенциалу кажется суперталантливым, но он, во-первых, пик свой прошел, во-вторых, ему, возможно, уже не так интересно тренироваться качественно. Нет, с этим никто никогда, я думаю, не спорил. Я вот пересматривал их бой, который был в этом году, и что мне показалось важным, там Конор Макгрегор реально жестко нападает по Дастину Парье, но Парье держит эти удары, то есть Конор его не роняет. А вот здесь ты больше видишь плохой работы Парье, потому что он пропускает удары, и он довольно много пропустил в голову. Или скорее у Конора ушла нокаутирующая мощь, и он перестал ронять людей? Нет, я думаю, у него не пропала сила, если он четко, точно попадет, в нужный момент он вырубит, в любом случае. Просто там он попадал, но эти удары были не прям 100% четкие, точные. Они были чуть-чуть где-то вскользь, чуть-чуть где-то Дастин реагировал на это. Он не просто же пропустил удары. Он был сфокусирован на ударе в этот момент, когда ему попадало. Он видел удары, которые ему попадали, это раз. И, во-вторых, ну, ты когда видишь удар, ты на него реагируешь, чуть-чуть голову сместил, все, удар он, допустим, попал ему сюда. Вроде, да, башка отлетела, но вся энергия всего удара, она прошла мимо, она прошла мимо щеки, да, скользь щекой прошло, да, но конкретно в голову ему в пачку не прилетело, да. Ну, а вот просто ты, конечно, сказал про прогнозы, а как думаешь, кто выиграет, если подытожить наш разговор об этом? Грин, че, нормально же, общались, че, клюем, а ты скажи, а мы наоборот будем думать, то есть вот мы тебе, надо, мне кажется, тебе так твои прогнозы воспринимать. Я думаю, полирует играть, я думаю, он будет лучше к этому готов, а, я думаю, больше мотивации. Я прям помню, что мы общались еще до того, как тебя подписали в UFC, я звонил и искал твой контакт после вот того боя по правилам K1, где ты делал свой знаменитый уклон назад, потом я был на UFC в Питере, у тебя там был дебют, и он, к сожалению, был неудачным. Сейчас у тебя неплохая статистика побед. Насколько для тебя важно было бы закрыть поражение именно от Магомеда Мустафаева или наоборот это уже не имеет значения вообще никого? Ну, мне не важно это вообще. Я отпустил это. Получилось так, получилось все. Я рад тому, что у меня есть. Просто было понятно, что для тебя очень важна карьера и финансово, и в принципе, и тогда это было первое поражение. А насколько тяжело было его переживать? Вот просто, условно, следующее утро ты просыпаешься и понимаешь, что там проиграл свой дебют в UFC, проиграл нокаутом. Я следующие 60 дней каждое утро просыпался и засыпал и просыпался с той мыслью, что меня вырубили. Я так никогда не проигрывал за всю свою карьеру. То есть, это прям был такой... Это было первое мотое поражение. Да. За 17 лет карьеры. И, ну, это было сильно тяжело, то есть, это был большой стресс, если вы так вспоминаете. Да, два месяца я даже не улыбался. Потом травмировался. У меня потом должен был быть бой в Уругвайе. Я сломал ногу там тоже за сколько-то дней, там за 15 дней, что ли, ногу сломал. На последних... Не, не за 15 дней, за 10 дней на последних спаррингах сломал ногу. Ну, именно, этот... ступню свою сломал, там, пинал просто. И слетел с боя, потом там походил вместе с гипсом, ау... И когда я в октябре подрался потом. Я с апреля, 20 апреля у меня был дебют и потом я в октябре так подрался. А, ну, просто сказал, что-то два месяца, а вот после двух месяцев что случилось? почему потом начал улыбаться, что я отпустил? Почему именно такое слово? там были моменты, я просто... Были моменты, я в себе копался, да, потому что в таком моменте тебе никто не поможет, ничьи слова тебе не помогут. В таком моменте, я не знаю, меня сейчас бойцы поймут, потому что в таком моменте никто тебе не поможет. Ни жена, ни твой ребенок, ни мама, ни папа, никто тебе в этот момент не поможет, кроме тебя самого. Пока ты это сам не переборешь, сам через это не перешагнешь, и никто тебе с этим не поможет. Никакой друг там, никто. Поэтому сам себе это схавал, сел подумал, мол, что произошло. Ну, произошло, ну да, попал мне человек, ну да, ну все. Дальше двигаться, попал, все, его вечер был. То есть просто сам с собой поговорил и отпустил, да, ситуацию? Просто время нужно было и вот найти... Ну да, я два месяца с собой общался, иногда материл себя, иногда ласкал. Ну понятно. Расскажи, как у тебя дальше складывается карьера? Они хотят мне дать человека, который тоже на серии из побед идет. Не хотят мне давать никого, кто, допустим, проиграл, после поражения идет, либо дебютанта. Они хотят мне дать кого-то, у кого тоже хорошая серия победа в серии. Есть один момент, но я очень жду, возможно, должны сейчас. В одной этой неделе, я думаю, все решится, либо да, либо нет, на 7 августа. Но вообще мне пообещали 7 августа, до этого обещали 19 июня и, короче, не могут никого найти.